Россия, Англия. Как много в этом матче для сердца русского решалось. И да не только для русского. Даже голландский тренер Гус Хидинг нашептал слова национального гимна. Родоначальники футбола, выигравшие пять последних поединков отборочного цикла со счетом 3-0 каждый, и в этой встрече демонстрировали фирменный футбол, главная черта которого – длинные передачи вперед и либо удар поворотом, либо скидка партнеру. Именно по такой схеме они организовали свой гол на 29-й минуте. Ричард сильно выгоняет вперед, Оуэн отпасовал партнеру и Руни был смертельно точен. Очень похоже взятие ворот было и в первом матче этих сборных в Лондоне. Видимо, наши защитники решили, что англичане дважды одну комбинацию не разыгрывают. Руни вообще был самым заметным игроком в первом тайме. Он выбрасывал мяч из аута и исполнял штрафный. В общем, типичный настырный Руни, изголодавшийся по голам за сборную. В начале второго тайма хозяевам откровенно везет, иначе нельзя объяснить промах такого мастера, как Стивен Джаррад. Россияне постепенно осваиваются около штрафной Пола Робинсон, но проникнуть ближе к воротам им не дают грамотно расположившиеся защитники. В итоге приходится бить издали. У Аршавина получается не очень. Счет устраивает команду Стива Макларена. Она не бежит вперед, а опасно разыгрывает стандарты. Габулов выручает. Убедившись в своем превосходстве, подданные ее величества начинают играть по-королевски вальяжно и начинают пускать наших нападающих в штрафную Робинсона. На 69-й минуте Ру не хватает за футболку Зырянова. Приговор испанского арбитра Суров. Желтая карточка англичанину и пенальти. Реализовать который берется вышедший на замену Павлюченко. 1-1. Могу с Хитинг жестами показывает, что этого недостаточно. Футболисты на невероятном эмоциональном подъеме, подбадриваемые болельщиками, буквально сминают англичан. Что-то похожее было и в первом матче. Только тогда тяжело приходилось команде Хитинка. Пробить поворотом готов каждый, даже Березуцкий. Робинс надбивает мяч перед собой и на добивании первой Павлюченко. 2-1. Да, ребят, это фантастика. Тут же Стив Макларен проводит замены. Выглядит это скорее по-баскетбольному. Ну или напоминает английский вариант картины «Три богатыря». С Питером Краучем в главной роли, конечно. Кстати, двое из трех появившихся на поле игроков здорово ассистировали Руни, который на этот раз был не столь успешен. Важнейшая победа сборной России, открывающая ей прямую дорогу на Евро-2008. Чтобы стать полноценным участником, осталось обыграть Израиль и Андорру. Мы, наверное, немножко получше действовали. В Англии все-таки они были лучше. Мы, может быть, вначале немножко запаниковали, а тут заставляли мы их паниковать. Хотя на игру не придется, но нам эта победа была важнее. Вся команда сыграла хорошо. Все-таки на фоне англичан мы смотрели не хуже, даже порой и лучше. Так что я думаю, шаг вперед сборной России сделала. Вы должны были бить пенальти? Нет. Нет. Должен быть. А? Или Аршавин, или Киржаков, или Игнашеевич. А как получилось? Ну, я на Игнашеевича посмотрел, он говорит, где я. Я в жалую. Спасибо.